Продолжаем, друзья. Южноуральские многодетные семьи, опять-таки продолжая тему семей, могут воспользоваться новой формой государственной поддержки. С 1 января 2018 года будет введена новая ежемесячная денежная выплата. По предварительным данным, новое пособие в следующем году охватит более 4000 юных южноуральцев. На эти цели направят более 315 миллионов рублей из регионального и около 185 из федерального бюджета. Более подробно об этом давайте мы поговорим с нашим гостем. У нас сегодня в студии Елена Караванская, начальник отдела организации назначения пособий Министерства социальных отношений Челябинской области. Итак, Елена, доброе утро. Скажите, пожалуйста, кто же, какая выплата введена с 1 января 2018 года? Да, действительно, в канун уходящего года у нас с губернатором Челябинской области Борисом Александровичем Дубровским был вынесен рассмотрение законодательного собрания законопроекта ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего и последующего ребенка многодетным малобеспеченным семьям. Закон был успешно принят 21 декабря 2017 года. Право на эту выплату с 1 января будут иметь многодетные и малобеспеченные семьи, в которых родился после 1 января третий и последующий ребенок. Размер этой выплаты будет составлять 10 221 рубль ежемесячно. Хочу сделать небольшую ясность. То есть многодетные семьи – это те семьи, где воспитываются дети до 18 лет, то есть более трех детей до 18 лет. А малобеспеченные – это те семьи, чей доход не превышает величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации. То есть в настоящее время величина прожиточного минимума у нас равна 9520 рублей. Вот те семьи, чей доход не превышает величины прожиточного минимума могут обращаться с документами для этой выплаты. Выплаты будут произвести ежемесячно. Я честно скажу, у меня недавид, чем мы сталкивались с этими выплатами. Насколько сложен процесс оформления этой выплаты? Обычно это, ну скажем так, не самая приятная и очень трудоемкая процедура. Нет, процесс здесь достаточно прост. Сейчас мы живем в силу электронных технологий. Можно обращаться через портал государственных услуг, то есть подавать заявления, не выходя из дома. Можно обращаться в многофункциональные центры, где также без всяких очередей можно сдать документы для назначения пособия. И также хочу сказать, что Управление социальной защиты населения, городских кругов и муниципальных районов у нас ждут наших получателей с 1 января 2018 года с документами. Вот именно для этой выплаты. Где можно ознакомиться с тем перечнем документов, которые нужны с 1 января? С перечнем документов можно ознакомиться на сайте Министерства социальных отношений, минсоц74.ру, также и на сайтах городских кругов и муниципальных районов. У них у каждого управления есть свой сайт, и там можно ознакомиться с перечнем документов и с законом, который у нас принят и вступает в силу с 1 января. А вот все-таки интересно, а что делать тем семьям, которые не попадают под эту историю? То есть ребенок родился совсем немножечко раньше, чем 31 декабря. Действительно, мы эти семьи тоже не оставили без внимания. Вся эта категория будет учитываться при назначении новой выплаты. То есть те семьи, где дети родились до 1 января 2018 года, по этому закону будут иметь право на пособие от 1,5 до 3 лет. То есть как только ребенок их достигает возраста 1,5 лет, они могут обращаться за назначение этого пособия в управление социальной защитой. А всем остальным до какого возраста будут выплачивать? До 3 лет. Это пособие будет выплачиваться на детей, которые рождены с 1 января 2018 года, с рождения до 3 лет. В общем, ребят, если вы вот-вот-вот-вот, терпите, мои хорошие, до 1 января надо! Придержитесь! А мы говорим огромное спасибо за беседу и напомним, что у нас в гостях была Елена Караванская, начальник отдела организации назначения пособий Министерства социальных отношений Челябинской области. Спасибо вам огромное, что открылись секрет. Ну точно, порадовали к Новому году. Спасибо. Прямо сейчас возвращаемся к новогодней тематике и учимся красиво упаковывать подарки, друзья. Прямо сейчас мастер-класс. Прямо сейчас.